марианна к а мои подруги в кавычках узнали что я стала заниматься живописью и спрашивают меня об этом с подхихики вене прям не знаю как реагировать как вы думаете если человек так настроен с подколом стоит показывать свои работы марианна я тоже думаю наверное не стоит вообще показывать свои работы кому бы то ни было с некой такой иронией что ли с но с несерьезностью это хороший на мой взгляд по моему опыту хороший метод что ли хороший способ потому что ты заранее готов к тому что тот кто ее смотрит не на твоей волне таких у меня большинство но правда вот просто большинство я сужу по выставкам на которых я там показывала свои работы в основном люди которые приходят на выставки настроены на другое они воспитаны по-другому они не прожили мою жизнь не впитывали то что я страстно впитывал шедевры в живописи для меня были больше чем золото мира это особый склад людей кому интересно вообще сама живопись как как нечто как явление но обычная история это просто красивые картинки для людей и они никогда они не понимают что такое мазок что такое красота мазка в котором целая жизнь они не понимают что такой рисунок вообще что такое что нари что это нарисовано что это сделано это не сфотографировано не отображено что-то что художник заметил он сделал он создал что-то уникальное для них это ну просто такая несерьезность некой и когда мы с вами также несерьезно к этому ну как бы подходим мы с легким ожиданием что а вдруг среди тех среди этого большинства вдруг найдется тот ценитель живописи кто среагирует на эту красоту мазка на красоту ткани живописи с самой в себе именно она увлекает и именно она поднимают дает тебе крылья но для этого надо постараться но и не каждый зритель таков не каждый перечитал гору книг пересмотрел кучу художников и живьем и просто не у каждого в доме вообще есть альбомы по искусству вообще книги то не у каждого сейчас есть альбомы по искусству они же дорогие и тяжелые но это какая-то страсть поэтому такое вот несерьезное отношение когда ты показываешь работу ты ты предусматриваешь что может быть один из тысячи таков кто вообще реагирует на живопись и один из миллиона может быть тот кто вообще понимает такую живопись которую вы ему предлагаете это же уникально это же нового наверняка мы же не похожи друг на друга и найти в этом в этом стоге сена вот эту иголочку который точно уколит в цель который человек который будет в восторге это конечно явление не рядовое достаточно того марианна что вы радуетесь когда пишите то что нет вокруг тех кто это понимает это нормально нормально слово норма такова норма к сожалению ну что делать поэтому не надо метать бисер перед свиньями они этого не оценят с другой стороны ну уж если показали работы и если увидели такую реакцию а вы чувствуете что работы ваши достойны другой реакции они сильны то есть друга другое высказывание что бриллиант который упал в пыль в грязь он все равно останется бриллиантом просто его надо отмыть сергей лебедев решить цветовое соотношение очень интересно возникает дробление не всегда внесение нового цвета в картину всегда загадка и например фраза приправить все майонезом обобщить очень даже подходит странно что про лайки ни слова но вы же и так знаете что надо ставить те кто знает ставит те кто не ставят ну не ставят ничего не поделаешь я благодарен всем кто ставит это нужно для развития канала и это ваш ваша работа это поддерживает мой канал дает ему развиваться потому что новые люди будут приходить и будет все интереснее интересней вопросов то много не стесняйтесь их задавать прямо в комментариях к новому видео вообще тема об общении сергей это это самое сложное наверное потому что вы написали ну допустим даже какими-то несочетаемыми цветами да это сложно это может не сработать это правда и написано вот все есть теперь нужно найти смелость чтобы это нужно чтобы это обобщить то есть надо взять ну например условно говоря вот я не знаю ну вот вы написали такой цвет там бум потом где-то проложили там я не знаю красное ну что там у меня сзади синие какой-нибудь еще не сочетается вы берете на на это например синюю чуть с красноватым отливом плюс там я не знаю с белилами и и фактически уничтожаете обобщаете по нему уже написанному но это смелость потому что может не получиться опять счищать опять по новой но это процесс друзья вообще обобщение но что может быть лучше потому что в это синие добавлено чуть красным красным почему красного или там какого-то светлого или 0 любого цвета потому что все во взаимовлияниях этот красный но если бы он там был в леба влиял бы сюда так если что-нибудь красный тут но вот красного не нашлось зеленая футболка нашлась но вот смотрите я кладу ее вот сюда и она же она же наверняка влияет она рефлексирует на мое лицо поэтому сюда вот написано лицо был бы он был бы и зеленое положили здесь что цвет но взять этот зеленый чуть-чуть провести здесь обобщить широкой кистью легко касаясь но почему бы нет не попробовать понятно что вы можете все испортить но это процесс и мы показываем с вами в живописи сказал парень нельзя свистеть когда я рассказываю много свиста написал ну так вот и цвета перетекают друг в друга фактически это то что мы видим поскольку все влияет друг на друга как это зеленая футболка влела сюда так и мое лицо влияет на футболку поэтому в эту футболку можно внести был этот цвет обобщить это значит сблизить их чуть-чуть с гармонизировать показать вот это влияние этот мир рефлексов это тонко но совершенно удивительно и этим надо пользоваться я за обобщение двумя руками посмотрите на того же фешина как он это делал уже написано и все там какие-то вот эти влияния от соседних цветов они присутствуют даже помню какой то есть крупное увеличение глаза написанного там чего там только нет каких цветов это но но есть тон тон держит все внутри которого различные нюансы цвета это очень обогащает живопись спасибо сергей за вопрос но это не вопрос это реплика я просто ее подхватил и немножко поговорил об этом спасибо друзья за поддержку а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok